Амбарцум Берзаян, Наталья Залибекова, Татьяна Селедкова, Юрий Далакян – все это имена тех, кто неравнодушен к родному селу Гайкадзор и делает очень много для его развития. Например, Аршавир Экнадасьян 13 лет назад пришел в школу учителем физкультуры. Последние 7 лет – директор средней школы номер 14. Гайкадзорий родился, вырос, знает каждую семью и характеры детей. Многонациональная школа. Стараемся, чтобы национальные вопросы не поднимались в школе. Дети все добрые, отзывчивые. Выполняем не только обучение, но и участвуем на всех мероприятиях. Недалеко от школы Дом культуры. Здесь уже более 20 лет работает Наталья Волошина. Хорошо работает с душой. Наталья Владимировна приехала в Гайкадзор из Сибири, но с первого взгляда полюбила эти живописные места. Любит свое село и все силы отдает людям, ставшим уже родными. На доске почета ее имя впервые. Очень ответственно и на самом деле почетно. Дом культуры – это центр села, где и сосредоточена самая основная, как вы понимаете, работа и с молодежью, и с старшим поколением, со всеми возрастными группами. Все мы вместе делаем, пожалуй, одно из самых важных дел, как я считаю. Это нравственное воспитание и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Глава Гайкадзора Эрвант Наранян знает, как ценят в Гайкадзоре внимание к людям труда. Это ведется еще со времен виноградарского совхоза. Поэтому доска почета в его планах была с самого первого дня работы. Как и наметил, успел к первому мая. Чтобы люди знали своих героев, для этого и сделали. Все, кто строили этот совхоз когда-то, когда был совхозом, кто хотел, чтобы мы жили хорошо. В центре села установили уже детскую площадку, выкорчевали старые деревья и посадили новые. Реставрировали памятники. Планов много. Построить к осени спорткомплекс, благоустроить центр села. В зарез жители хутора с радостью ухаживают за новой аллеей. Что сделано своими руками, ценится по-настоящему.